Мы долго старались, работали, отрабатывали шаг, мы тренировались. История Яны Кандиренко, представителя команды из города Иваново, очень похожа на истории ребят, которые сегодня стали участниками торжественного митинга на площади церемониалов. Все они успешно прошли отборочные испытания в своих районах и теперь включаются в борьбу за почетное право представить регион на республиканском этапе военно-патриотической игры. Двухдневная программа обещает быть насыщенной и интересной. Они познакомятся и с оружием, и пройдут полосу испытания, которые проходят наши солдаты. Ну и просто поживут в палатках, попоют песни у костра. Я думаю, что эти дни им запомнятся, и они будут долго вспоминать Брестскую Зорницу. На протяжении двух дней на полигоне 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригады эти ребята будут жить как настоящие солдаты. В такие мгновения им по-доброму завидуют взрослые. У многих из них школьные годы ассоциируются с этим интересным и очень насыщенным праздником. Для Григория Басюка, директора мемориального комплекса, в этом году открытие Зорницы – особенное событие. Ровно 45 лет назад здесь, в Брестской крепости, он был представителем группы организации такого же патриотического форума, только всесоюзного масштаба. Самые, наверное, яркие впечатления у меня остались в 1971 году, когда в Бресте проходил всесоюзный финал военно-спортивной игры «Зорница». Были, наверное, несколько тысяч юно-армейцев. Ребята очень серьезно готовились к этому финалу и наши, и, естественно, из других. В городе был создан и в области на уровне обкома комсомола и союзной пионерской организации. Комсомольский пионерский штаб и числа ребят Брестских школ, комсомольцев, пионеров. Мне, можно сказать, посчастливилось быть руководителем этого комсомольского пионерского штаба. По уже сложившейся традиции участники областного этапа военно-патриотической игры «Зорница» возложили цветы у вечного огня в знак памяти героев, сложивших свои головы здесь, в Брестской крепости, во имя мира и свободы на нашей земле. А уже через считанные мгновения, отдавая честь павшим и живым, эти юноши и девушки прошли торжественным маршем по площади церемониалов.